Да, оказывается у меня еще и спереди, я открыл штор и был немного в шоке. Тут вообще у меня конкретная такая, она убить может на все лобовое стекло. Что ж, зимушка-зима, метет все 5 дней, снега хрен знает какое количество, но у меня самый прикол, что я стою 5 дней. С меня сделали сугроб небольшой. Почему я здесь стою, обо всем по порядку, чуть попозже, прицеп мы сегодня вот этот вот поменяем на другой. Что ж, я обледенел, у меня очень пейзажные клыки выросли, очень это круто смотрится. Да, денек будет, я думаю, по дороге очень интересный. Я еще не знаю, какой у меня будет вес. Пойду я в сторону туалета. Вчера перелазил там сугроб один, посмотрим, что там сегодня. Ну и посмотрим, чем тут кто занимается. Стоит Мерседес под снегом со сканей. Кстати, с этой сканей я загружался в пятницу. Он сделал рейс на Финляндию, а я нет. Я тоже огрузился на Финляндию. И, собственно, по погодным причинам я не поехал на паром, а поехал своим ходом. Я проехал 200 с чем-то километров, и мне сказали, все, стоять. Никуда никто не едет. Возвращаемся сюда на базу. Значит, почему? Потому что в начале недели мне выписали штраф. В прошлой неделе, получается. О, здесь пробили путь. В начале прошлой недели мне выписали штраф. В общем, 70 евро в Финляндии. И чуть позже я вам расскажу, за что это штраф. И был еще один штраф чуть более полторы недели назад. О нем я вам уже расскажу, когда мы куда-нибудь выдвинемся с этой локации. Все вам расскажу. За что и про что, и кто в этом всем виноват. А вот наш тут туалет с душем. Предстоит замена прицепа. И мне нужно будет проверить цепи, чтобы там две цепи было на нем. Если нет, то забрать свои. Также проверить резину. Ну и в целом, вообще, конечно же, все проверить, все посмотреть. Документы не забыть отдать от старого прицепа вместе с документами на груз. Старенькая скамейка. Кстати, база длиннющая у него очень. Какая-то. Или мне кажется. Нет, длинная база у него нестандартная. Так, ну здесь грузятся, работают, выгружаются. Кто что. Mercedes. Giga Space. Тоже я уже показывал. Кстати, тоже его прикидало так неплохо. Ну и мне куда-то нужно будет впихнуть мой прицеп. Возможно, сюда. Здесь, я смотрю, снега будет поменьше. Здесь чересчур его много. Ну, конечно, с разгона можно захерачивать. У меня 30 тонн веса, если что. Вот. У меня 30 тонн веса. Поэтому я могу нормально пробивать хорошие сугробы. Меня это закидали сегодня утром. Я не знаю, почему они так почистили. Ну, возможно, эту кучу уберут. Возможно и нет. С первым падением у меня. Ногу еще нужно второй раз ломать. Вот. Здесь снеговик какой-то лежит. О. Ну что, ребят, работаем. Вот этот прицеп я забираю. Сейчас его... Мэрс не может съехать с места. С той стороны его погрузчик подталкивает. В колесо у них, типа, такая метода. Но нахрен он сюда перед нам заехал? Это другой вопрос. Меня решили подчистить немножко. А здесь вытащили Мэрса. Ну что? Там все готово. Я... Я-я-я. Перекидываю вес. Вот у нас подъем моста. Но это на пустую. На тяжелую он не подымает. А вот разгрузка, которая до конца, если мы задерживаем, у нас полностью вес переходит. И ленивец подымается. Задерживаю клавишу. Я сейчас... Также его подымаю, чтобы... Чтобы у меня сейчас не возникло никаких проблем. И я... Стартанул хорошо. Так, там... Что он исполняет? Ну, а я... Назад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 АБС. Первый АБС идет. Вот он наш АБС. Он у нас почему-то... А, что-то я чуть-чуть. Опа. Какой первый, тот и тыкаем и погнали. Также я расцепляюсь, то есть начинаю от удобного к дальнему. То есть зачем через кобеля ползать, слазить. Ну просто я по-разному наблюдал, как люди расцепляются. Ну если честно, я их не понимаю. Когда занимаются, когда залазят с другой стороны машины или еще что-нибудь. То есть какой-то ахинеей занимаются полноценно. Вот. Чуть-чуть пошевелились шипеть. Можно снегом, можно плевать. Но я не плюю. Это вообще дичь какая-то. Есть другие методы, чем плевать. Резинки нужно менять, чтобы у вас ничего не шипело. А не плевать. Вот. О, красота. Да, кстати, под давлением. В скане желтый под давлением. Кто-то мне писал. Вот я только что это убедился в этом. Так, проверить. Вытягивал он кнопку. Нахер ее вытянет. Ну я за это вытянул. Все. Сейчас. Зацеплюсь. Сразу. То есть я щелчок услышу. Подыму. Чтобы лишний раз не бегать никуда. На трюкоснике гораздо легче зацепляться, чем на двухкоснике. Ну в плане комфортней. Вот так можно сказать. Так. Все. Мы... Подняли. Еще раз убежусь. Убедюсь. Что поднял. Ну да, я то есть почувствую. Чтобы не пробить кабину прицепом. Вот так. Щелчок был, был. И удар был. Все. Поднимаю. Поднимаю максимально, потому что прицеп я видел... Во-первых, от Мерса высокие выходят прицепы. А мне прицеп отдавал Мерс. Но мне выход подушек... У меня большой выход подушек. Это очень хорошо. Все. Я поднял. Поднял-то хорошо. Так. Не обязательно, чтобы она торактила. Фух. Да. Срач до утра развел. Надо будет порядок наводить. Так. Здесь зацеплено. Мне убедиться, что у меня зашел замок. Этот я могу уже, в принципе, отпустить. Здесь проверить уровень. Уровень. А, вот он. По привычке полез, как у себя. Все с уровнем. У нас все хорошо. Ну, вот так, да. Так, сосульки, не ломайтесь. Вы мне еще нужны. Не знаю, зачем. Мне просто так хочется. Все. Все. Вот он мой замок зашел. Да, ребят, можно по-правильному залезть там, посмотреть еще язычок, подергаться, подрочиться. Это когда вы не знаете свой тягач. Я свой тягач знаю прекрасно, знаю, как прекрасно у меня работает седло. Поэтому я не парюсь, что я сейчас его на повороте потеряю. Ну, и сейчас мы у нас будет сразу кольцо. Мы проверим, потеряю я его или нет. Фух, что ж, погнали. Все. Все проверил. Все хорошо. Свет горит. И поедем. Зеркало. Если честно, я забыл, но тоже так нормально выглядит. Мне оно не мешает обзору никакому. Сейчас мы это все посмотрим. Так, ну что, на кольце я не потерял прицеп. Все нормально. Поэтому можем ехать дальше спокойно. Слушайте, у меня эта сосулька метровая. Мне кажется, если она будет отрываться, то она оторвется вместе с козырьком. Итак, давайте по порядку, что происходило. Катался я до этого с финским прицепом. И вот в Финляндии я был в начале недели прошлой. Прошлой, получается. И выписали мне штраф на 70 евро. Там полиция. Стояла полиция, свела. Все проверила. Все было нормально. И только мне сказали, у тебя проблема с прицепом. Вот. А проблема была какого рода. Такого, что регистрации в прицепе, типа техосмотра, не было уже как год целый. И все. Ну, то есть, мне это по барабану, это абсолютно, это оплачивает логистика. Единственный, конечно, неприятный момент, что штраф был выписан на меня. Лично. То есть, ну, как бы, ну, с одной стороны, хер с ним. Вот. И, значит, выписали мне штраф и отпустили. То есть, штраф нужно платить, месяц сдается. Не так, как в Норвегии сейчас на Вегвессонах вам выписывают, вы сразу оплачиваете. К этому мы немножко позже вернемся. И, значит, 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 я делаю небольшой круг по Швеции. И вновь загружаюсь тем же грузом на Финку. Это была пятница. И здесь начинается непогода. Отменяется паром в пятницу. И я после загрузки, это было 8 утра, выезжаю. Мне шеф говорит, нет, стой, ждем. Потому что, возможно, поедем по суше до выгрузки. Это около 1000 километров выходит. Я хорошо. Прождал я часа 2. И мне говорят, что да, все, едем по суше. Ну, хорошо, я выезжаю, проезжаю 200 километров где-то, может, чуть больше. И мне шеф звонит, говорит, что все, стой, дальше мы не едем. Жду сейчас информацию, сказали, пока что стой. То есть он мне просто передает то, что ему, а, ему сам шеф позвонил, главный директор АЦХ, получается, позвонил, сказал, что пока стоим. И спустя где-то минут 30 мне говорят, что возвращаемся в уме. Загрузка была в Скеллифте, в Скеллифте Хамн, получается, возвращаемся на базу в уме. Дальше пока, типа, вроде бы как тебя разгрузят. Этот груз выгрузят. Дальше что, ничего неизвестно. Ну, и все на этом. То есть я приехал в пятницу. Было часов где-то полвосьмого, наверное. Семь-полвосьмого вечера. Ну, и все, я остался отдыхать. Наступила суббота. А, снег уже идет. Все это время снег идет, идет. Наступила суббота, информации никакой. Там никто не работал вообще. Ну, так, суббота и прошла. Я сходил в магазин пешком, там, два с половиной км. Прогулялся. Погода такая была хорошая, снег шел, но не было ветра. То есть шикарно. Коллега приехал также на Белой Скани. И наступило воскресенье. Также информации никакой. Наступила понедельник. Наступил понедельник. До обеда я где-то прождал. И шеф мне сообщает, что сегодня ты тоже никуда не поедешь. Хорошо. Я выдохнул и поехал в город на автобусе. Так. Вот автобус ехал по такому маршруту. И вот он сюда не поехал на этот съезд. Он поехал объезжать. Боясь, что он не поднимется, возможно, или что. Я не знаю, почему он так делал. Вот он туда выезжал, там на кольце разворачивался. И возвращался. Ага, 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 я вижу, 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 вижу. Что тут происходит? А тут каток. Сколько у меня вообще по весу выходит на ось? 9 тонн даже нет у меня на ось. На прицепе 13. Ну да, такое себе, конечно. Посыпано опять-таки сложно сказать. Здесь сыпь, не сыпь. Оно засыпает просто-напросто. Спустя какое-то время все, что тут сыплют. Поэтому максимальная осторожность. Ну, потому что минус один, здесь рядом вода. Это влажность большая. Ужас, короче. Так вот. Проходит вторник. Проходит информация где-то тоже ближе к обеду. Что, возможно, мне нужно будет сейчас отцепить этот прицеп с грузом. И на голове поехать в Сунцваль. Но это еще не точно. Ждем информацию. Хорошо. Информация приходит, что никуда ты сегодня не едешь. Завтра тебе притянут другой груженый прицеп. Этот ты отцепишь, возьмешь другой груженый и поедешь. Ну и хорошо. Вот сегодня я дождался. Где-то в часов 10 начали мы двигаться. Пока коллегу вытащили. Затем я зацепился. Смазал седло. Ну и все. И все на этом. Вот 12 часов я выехал. Выехал. И будем смотреть, что у нас будет происходить. И по дороге я вам чуть позже расскажу. Какой штраф у меня был второй. Но пока проедем сейчас город. Весь покажу. Может что-то увидим. Да, городок умеет есть где полазить. Я на автобусе. Автобус получается едет. И вот следующий поворот. Следующий светофор. Он поворачивает. Вас привозит прямо в центр. То есть автобус есть один, который отходит прямо недалеко от базы. То есть ну там как недалеко. Это 50 метров там остановка есть. Но там очень редко он ходит этот автобус. И получается если вы уже вечером возвращаетесь. То он уже не ходит. И вам придется идти пешком. 2 километра еще. 2,5. Смотря на каком автобусе поедете. Вот я на одном ехал, что мне пришло 4 километра идти пешком. Это была правда суббота. Ну до этого как-то было несколько недель назад. прощупывал, так сказать, почву. Вот. А на втором сейчас ехал. Он мне показал водитель автобуса. Говорит, куда тебе надо? Я говорю, мне сюда. Он такой, ну вот я до сюда еду. Потому что потом следующая остановка будет очень далеко. И мне вышло где-то, ну километра два, наверное, идти, короче, пешком. Вот. А вот здесь весь центр. Весь находится центр. Все там завалено снегом. Но центральную, как бы, дорожку пешеходную посыпают солью. Ну, может быть, не солью, но конкретно какой-то такой херней, что там просто все тает. То есть оставляют центральную дорожку, как она такая аллея, да. Ее оставляют снежиной. Там горочки всякие, там еще что-то там. А пока люди ходят, там все полностью засыпано. Либо же, единственное, я не понял этого. И эта теплая просто магистраль лежит под этими дорожками. То есть, вот, кстати, слушайте, наверное, это так и было. Никаких там, ничем там не сыпали. Это просто, знаете, теплые полы, так сказать. Но мы на выезде уже. То есть здесь он, проезд его небольшой такой. И здесь запрещен проезд грузовым. Здесь есть дорога одна недоделанная. Я вам сейчас покажу ее поворот. А мы сюда едем, так как у нас здесь фирма. В теории мы можем, типа, выгрузка-загрузка. Вы можете проехать. Транзит, то есть запрещен. Нужно ехать в объезд. Вот эти пацаны куда-то вырываются. Пускай они и вырываются там, куда хотят. Так, это первое кольцо. Это не то, что надо. Так, что у нас вообще с торможением? Ну, как прикольно тормозит оно. С задержкой. Секунд 10. А вот здесь, здесь, здесь тоже большой торговый центр, но на него без пересадки на автобусе не доехать. Ну, то есть выходит по деньгам дороговато. А здесь недоделанная дорога. И вот если бы она была открыта, то, конечно, так, еще два. Впереди. Вот если бы она была открыта, конечно, до фирмы было бы круто. Вообще ездить. Не надо было в город сунуться и стоять в пробках. Ну, здесь как пробки? В час пик. Ну, сейчас, конечно же, коллапс, идет снег. Притом столько дней здесь, ну, просто-напросто никто с этим не справляется, потому что это невозможно справиться. Если в выходные дни еще шел хороший снег, мороз был до минус 10, то сейчас тупо валит мокрющий такой снег отвратный. То есть, поэтому каток есть каток. Тоже на территории, вот, пока стоял проблемы, то один не смог тронуться, подсыпался под колеса. На фирме есть ящик тоже. Я, кстати, расцепился, подъехала Вольво после меня. И вот у него начали проблемы, он не мог. Буксовал, буксовал, тоже потом засыпался хорошенько и смог подъехать. Блин, главное, чтобы снегочистилки эти ехали не на четверку в сторону Сунцевала. Вот не хочу я туда, чтобы они ехали. Я хочу их объехать и спокойно себе наяривать. Сзади еще двое, тут целая банда. Ну, там, там впереди вообще трактор. Один трактор, второй грузовик, как бы. Ну, и вот, как бы, город, черты города, это, ну, можно посчитать, такая, типа, как бы, уходит сейчас, ну, мы на кольцевой такой. А вот, да, про этот торговый центр я вам говорил. Хотел я тоже в него поехать, но без пересадки не добраться. Значит, есть выгодная, конечно, штука покупать, если вы постоянно в Швеции, это годовой абонемент просто. Есть, вам дают такую карточку, и в эту карточку, в принципе, выполняете. Можете на день ее пополнить, можете на месяц, но это автоматы какие-то надо, то есть, или как, я не знаю. Я один раз только с этим столкнулся, я в метро ехал, в Стокгольм, и вот мне на кассе, типа, дали такую карточку. Насколько, он мне предложил, насколько тебе надо. Я говорю, мне надо, там, на один день. Он, ну, вот аппарат, типа, вставляй и оплачевай, типа. Ну, вот выбрал себе один день, день я катался, там, за 10 евро на любом виде транспорта. Так, ну, пацаны чистят город. А вот, чистит ли кто-нибудь трассу, сейчас мы это и узнаем. Ну, здесь уже жопа какая-то. Да, да, я думаю, будет весело. Видимость шикарная. Вообще непонятно, сколько тут полос. И чего это вот легковая едет. Нужно дома сидеть. Вот я считаю так, если ты боишься, не умеешь ездить по зиме, то ты должен сидеть дома, а не ездить. Ну, зачем тебе вот эти риски лишние, напрасные? Так, ладно, сбиваю сосульку, потому что я не вижу нифига. Ой-ой-ой-ой-ой. Значит, в комментариях спрашивали, с какой скоростью я езжу, там, при разных обстоятельствах. Прямая, ребят, едет, еду сколько едет. 87, 89, ну, в основном, как бы, 85 я еду. На круизе, не на круизе, тоже по обстоятельствам. Сейчас у меня видимость хреновая, дорога скользкая, поэтому, как бы, я буду держаться потихоньку на ноге. Где-то лучше будет видимость, буду включать круиз. Когда горная местность, там совсем уже по-другому. Насколько вы чувствуете хорошо этот тягач, вы так и едете. Если вы очкуете, то тоже вам лучше тогда не ехать никуда. Второе, можно надеть цепи всегда. Ну, и третье, не знаю, что третье. Первый инцидент. Что у него тут происходит? О, он тут откапывался. А, его викинг вытягивал со стоянки. Вот оно что. А, он его полностью потянет наверх, потому что он не может ехать, я понял. Ну, теперь главное мне. Ехать нужно мне взять край, наверное, вот я взял. Он более не скользкий. Здесь уже укатанно конкретно, видите? И отлично у меня пошло все. Когда позволяет этот момент, конечно, я всегда выбираю где-то кусок обочины, кусок окраины, где больше снега какого-нибудь, а не вот этой вот наледи. Здесь уже буксовало за все эти пять дней, пока я стоял неизвестное количество машин. Тем более двухосника. Ну, вот вам еще один пример, то есть, что я так понял, он остановился в кармане под горку. Ну, как вариант. Если он так сделал, ну, то это не водитель, а полный дебил. Вот. Ну, а если он не смог уже дальше ехать и съехал в карман, это как бы другой момент. Вот. Но здесь, опять-таки, в Швеции можно ездить без цепей, да? Я не знаю, почему шведы не обязуют надевать, не надевать, а иметь комплект цепей. Хотя бы сделали тоже, вот как вот, например, в Норвегии, да, есть разделение по, как они-то называются у них, губерниям, да? В Швеции коммуны, вот, например, северные коммуны, обязательно, чтобы все имели цепи. Вот. И тогда было бы больше порядка и меньше двухосных тягачей здесь зимой. Я думаю, это только начало. И до Сумцвала еще мы увидим ни одного такого. Да, тут каток, просто каток. Я уже понял, что надо мне сбрасывать скорость. Охренеть, как заранее. Потому что дело, может быть, не очень. Так, у меня впереди опять вроде подъем, или что это такое? Ну да, нет, подъем. Другой момент, едет впереди. И, в основном, здесь тяжеленькие катаются. Раздвоение у нас есть. Короче, следить вдаль, насколько это возможно. Где, кто, как едет. Быстро, не быстро. Ну, здесь, как оказалось, просто такой небольшой подъемчик. Ну, и вот гусиная вот эта вот практика. Я не знаю, где такому учат, на самом деле. Но у тебя легковая машина. Зимой ехать за фурой, ну, это же, это край просто. Ну, я не знаю, как это вообще. У меня в голове такое не укладывается, что пьяно-легковой, тем более зимой, да вообще не важно, когда, отлетит что-то, болтик, гаечка, колесо. Да вообще, что угодно может от фуры отлететь. И они все равно едут, как эти, я не знаю, вот, честно, как их, блядь, назвать. И как их так учат, вот это вот, чтобы они ездили за фурами. На бусе это то же самое. И вот все создается, вот проблема на ровном месте. Сейчас мне нужно обгонять просто всех каким-то образом. А карман тем временем, ой, карман говорю, раздвоение заканчивается. Ну, и ехать 40 теперь. Да, тут, конечно, в Норвегии как-то все более зимой становится правильно. Особенно в северной части. Ну, очень редко, когда какие-то что-то исполняют, кто-то херню какую-нибудь на дороге непонятную. В Швеции, конечно же, больше, во-первых, больше приезжих. Те, которые рвутся за работой, деньгами. Поэтому вот приезжают, притом, ну, из южных стран. Огромное количество людей с азиатских южных стран в Швеции. Кто-то давно живет, да, кто-то, то есть, ну, с семьями кто-то еще как. То есть, по-разному. Вот тоже македонцы работают в этой логистике, с которой мы работаем. Но они работают, ну, то есть, напрямую, получается, они работают на эту компанию. И, кстати, македонец мне прицеп и отдавал. Говорит, смотри, аккуратно, не побей мне его ни с одной стороны, ни поцарапай, ничего, это мой прицеп, я с ним езжу долго. И я, только единственное, что я не помнил, кто из них именно, он или другой, прохерачил дырку сбоку прицепа. Я не так давно, у нас этот прицеп теперь катается, среди наших машин. И вот македонец, один из македонцев поехал куда-то где-то и бочину прохерачил в этом прицепе, в Экере. И у этого тоже зашито, видимо, где-то. Так я вот и думал, как бы, кто кому еще. Да, машина в моем, сейчас с моим весом, и с поднятым ленивцем, при малейшей, на этой дороге, то есть, тут просто катодище, при малейшем лишнем телодвижении, просто сразу идет боком. Поэтому рейс у меня предстоит в напряжении, пока это все не закончится. Ну и посмотрим, где это закончится или закончится вообще. Городок Орнсколсик. Мелькал он уже у меня на канале. Здесь большая лыжная горка есть, трамплин. Мы сейчас к ней подъедем. И значит, расскажу, пока будем проезжать городок, что был у меня за штраф. В общем, ситуация очень простая была. На загрузке в Норвегии грузили 24 палета. При загрузке я узнал, что вес их составляет 30 тонн с хвостиком. И я понимал, что 24 палета в ряд, на жопе будет перегруз по-любому. Я спросил водителя-погрузчика, поставит он наверх мне или нет. Он говорит, нет, я ставлю в один ряд. Ну, хорошо. Меня загрузили на прицепе 26 тонн. Это логично. На седле 17, там, 17-100, что-то в этом роде было, 17-200. Я сфоткал и отправил боссу. Он мне перезвонил, говорит, что там такое, перевес, типа, я говорю, ну да. Ну что, ничего не сделай, ну и поехали, типа, едем. Ну, хорошо. Все, то есть, я себя ответственно снял. Ну и почти на выезде из Норвегии в Элверуме шел я на границу Остби. На известном уже на канале транспортном пункте меня приняли. Ну и все, поставили меня в ряд штрафников 2 тонны. Значит, задача какая? Устранить на месте перегруз. Мне показали пальцем номер телефона, куда звонить, чтобы приехал трактор. И был еще коллега один. Он был на двухоснике, на польских номерах, тоже белорус. У него был перегруз на ведущую ось. Но там незначительный был перегруз. То есть, у него было вроде бы 11,9 на ведущую ось. Вот, ему сказали, как бы, если было бы там хотя бы еще на килограмм 200 меньше, то как бы более-менее было бы, а так нет. И ко всему, возможно, что еще им не понравилось, что у него не было ни одной цепи. Ну и все. Значит, задача у нас обоих перегрузить этот груз. Я сразу скинул информацию своему шефу. Он скинул логистику. Логистика начала звонить по этому номеру и договариваться о том, чтобы приехал трактор. Трактор приехал. Первого меня он перегрузил. Я поигрался с весом. Поставил один палет спереди, один палет сзади убрал, поставил наверх. Потому что все равно у меня выходил перегруз на жопу прицепа. Все, я поехал на проверку на весы. 23,9 и ведущее седло 19, там 200 было, что-то в этом роде. Вот. Все, то есть, в норме. И ко всему этому мне выписали штраф. В 6500 крон. Штрафы сейчас на Вегвес они оплачиваются на месте. Я не знаю тех, у кого нету, как на месте оплачивать. Может быть, так же самое, как и раньше выдают бумажки, чтобы вы в какой-то срок оплатили. Но сейчас уже везде у них стоят терминалы. Вы на месте штраф можете оплатить. Ну и я, чтобы эту катавасию не тянуть за хвост, я карточкой быстренько оплатил это все дело. Закрепился ремнями. Эти палеты, которые сверху. Да, кстати, вот еще, транспортник, когда проверял мой груз, у меня только на задних двух палетах были ремни. И это все в норме. Для моего прицепа это норма, без проблем. Но сказал, говорит, сейчас наверх будешь ставить, верхние палеты возьми, привяжи. Ну и все, я так и сделал. Ну и все, я скинул информацию, ну не информацию, а уже оплаты, эти все штрафы, где все за что написано, своему начальству. Они в логистику. Ну и сейчас у них там терки за счет того, чтобы они, логистика, чтобы вернула как бы деньги. Что со мной будет, я надеюсь, мне деньги вернут. Вот, кстати, эта горка. Большая. На выезде из города. Я, думаю, тут не я, то есть, ну, я сразу утащил, говорю, что по деньгам там, когда вернете. Мне сказал босс, что вот как нам логистика, типа, мол, перечислят, мы тебе сразу переведем. Ну и все, дальше я вопрос пока что не поднимаю, жду просто. Ну и вы, конечно же, узнаете. Если появится видео, увольняюсь, значит штраф мне не вернули. Вот, ну, я думаю, нет, до такого не дойдет, даже как бы в процентном соотношении даже подумать как бы об этом не могу. Вот, ну, посмотрим, посмотрим. Пока что жду. И это было когда-то. Ну, короче, в одну неделю произошли эти два штрафа. Вот, то есть в календарную, то есть в 7 дней рабочих вышли эти два штрафа. Значит, поясню по поводу второго штрафа, 70 евро за то, что за отсутствие этой регистрации. Здесь вообще в большинстве случаев это норма. Тем более шведы, которые работают с финскими прицепами, вот они так и делают. То есть мне даже, когда мне дают прицеп логистический, не надо проверять, какие там даты стоят в этих документах. Мне главное просто, чтобы был документ. И, кстати, норвегам вообще было это плевать. То есть они же проверяли документы на прицеп. У меня полная была проверка и тахи, и всего, то есть на транспортном пункте. Цепи спрашивал, сколько, какие, куда. Я ему все четко рассказал, и как бы цепи у меня не проверяли. Но стоял трехосник Хегельмана, по-моему. Да, для кого новость, Хегельман на трехосниках заехал в эту зиму в Скандинавию. На Мерседесах притом, с рефрижераторами. Значит, вот у них, я видел, что они доставали все цепи, у них проверяли все цепи на наличие, на качество. Может быть, заставляли даже одевать, я не знаю. Да, кстати, есть такая тема. Есть такая тема. Я не знаю, что будет, если отказаться. Например, Тарас Парикамский говорит, надень цепь, покажи, как ты это умеешь делать. То есть, у них это прописано. У них, когда водители учатся, в их квалификационных школах, у них они надевают цепи, сдают, я так понимаю, экзамены какие-то. И поэтому Норвегии вас могут потребовать, чтобы вы показали, чтобы вы надели цепи. Иначе, может быть, тоже какие-то штрафные санкции или что-то. Я это точно не знаю. Это вот слух такой, как был. Где-то кто-то мне рассказывал когда-то давно. Вот я сейчас вам это и рассказал. Вот и все. Собственно, кто не понял, у меня шведская логистика, прицеп был на финских номерах. Я не знаю, как это работает. У них есть партнер. То, что грузы мы постоянно возим на Финляндию и обратно. За счет этого у них может быть есть несколько финских прицепов. То есть, открыт какой-то филиал у них или что. Понятия не имею, честно. Мне это особенно неинтересно даже понимать. То есть, здесь вообще штраф выписан. Это их полностью проблема. Год, то есть, прицеп год без регистрации был. Поэтому тут ко мне претензий никаких в этом плане нет. Здесь это нормальное явление. Вполне. Вот. То есть, катаются, катаются. Год катались до поры до времени и 70 евро получили за год. Может быть, это и выгодно выходит. Я не знаю. Но я вообще в целом, я не знаю, как эта система работает. Вот все, что я вам могу сказать. И все. Сейчас мы уже движемся прямой наводкой до Сунцвала. Погодка стала лучше, дорога стала лучше. Ну, в смысле, так же скользко, но хотя бы как бы есть какой-то асфальт. Они заснеженные. Были такие немножко трудные участки дороги, куда ты просто влетал в такую кашу на скорости. Тебя так побатляют, побатляют и выезжаешь. Нормально. Ну, посмотрим, что будет у нас еще впереди. Так и еду с сосульками. Прикольно смотрится. Да, выехал он что-то вообще козырно просто. На середину. Красавчик, без слов. Это я его еще дальним светом согнал, потому что легковая вообще не могла влезть. Легковая тоже хитрый. Едет поодиночке, не едет. Увидел двойную, начинает разгоняться. Но я ему поморгал, он перестал разгоняться. Да, девушка какая-то. Не хотела она меня пропустить на раздвоении. Ну, аж видно, я еду, быстрее тебя. Ну, пропусти. Молодец. Что ж, какое-то время было улучшение погоды. Но вновь уехал я в зону повышенного риска. Температура не меняется. Минус один, как и была. Вот, здесь опять начало мести. Здесь Сюнсуали, недалеко от нашего базирования. Открыт какой-то зимний, что ли, каток или хоккейная команда здесь тренируется. А я что-то, если честно, не понимаю. Вот, а я же заехал посмотреть, что же на мойке делается. Да, тут вообще не чищено. Тут кто как мог, так и раскатал. Может, я зря сюда приехал? Да, не должно быть у меня проблем. С подъемом тут. Чуть-чуть побуксовали. Нормально. Так, а кто-то мне звонит в 641. Алло. Да. Это шеф позвонил, говорит, впереди, куда я еду. А он тоже, получается, отсюда выезжал с Сюнсуалом. Я сейчас в Сюнсуал заехал. По дороге там какая-то авария. Осторожно, скользко и так далее. В общем. Вот. Было поспокойнее, но здесь опять началось. Опять началось. И вот доходик сквала будет тоже неспокойно. Потихуя буду ехать, мне спешить некуда. Кстати, сохранились, но, я думаю, ненадолго. Погодка минус один. Где-то ночью они у меня и растают, я думаю. Пока ехал на ходу, так поддерживал. Вот. Хотел добавить еще, что у кого, кто может работать в Скандинавии, в Норвегии в частности, кто снимает, может, какие-то видео просто для себя и есть желание скинуть их мне, без проблем скидывайте на почту или на мой телеграм файлами закидывайте, чтобы качество сохранялось то, которое вы сняли. У меня, видите, с Норвегии дефицит. Рейсов мало на Норвегию, если они есть, то те, которые и были. То есть, Бода, максимум, там, Майорана. Ну, вот, я все в надежде, что что-то где-то мне перепадет. Интересный какой-нибудь рейс. Может быть, на Запад что-нибудь выпадет интересное. В общем, только ждать и надеяться. Ну, а у меня такая вот короткая неделя. Сегодня среда, считайте. Завтра четверг, пятница отработал. И все. И опять выходные. У меня, думаю, мини какой-то отпуск вышел. Ну, в принципе, ничего плохого в этом нет. Поэтому все. Всем спасибо за внимание. Пишите ваши вопросы, комментарии. И увидимся в следующем видео. Какое будет следующее видео, я понятия не имею. Все. Всем пока.